Банки и тушенки, детское питание, средства гигиены, подгузники и лекарства. Почти две тонны гуманитарной помощи накануне отправили из Хмельницкой в Сумскую область. Там продолжаются ожесточенные бои. Регион на грани гуманитарной катастрофы. Хмельницкая областная военная администрация уверяет, ресурсы для помощи есть. Население региона не голодает. Крупы, подсолнечное масло и сахар – все украинского производства и высшего качества. Окупанты, начав войну с Украиной, наказали и свой народ. В российских магазинах люди дерутся за сахар и соль. А сахаровары Хмельницкой области уверенно смотрят в будущее. На складах сладкого продукта вдоволь. Я хочу вас уверить, страна будет с сахаром. Остатки сахара есть и предостаточно. С начала войны стоимость сахара у нас не менялась. В регионе удалось сохранить работу всех предприятий, выпускающих социально значимые продукты. В Хмельницкой области работают все социально значимые предприятия. Как таковых проблем в торговых сетях вообще пока что нет. На продуктовых рынках тоже все есть. На прилавках – крупы, мука и подсолнечное масло. В основном местного производства. Цены приемлемые. Даже при такой нагрузке, психологической, физической и цена, и компоненты у нас ничего не поменялось. Работаем в том же темпе, только с боевым настроем. Пирожное хорошее, можно работать. Булочка вкусная, у нас все вкусное. В этой пекарне в сутки производят полторы-две тонны хлебобулочных изделий. В этой буханке 1200 грамм. Мы печем такой ржаной хлеб, шиничный, батоны в большом количестве. Батоны в лакетелькость. На продовольственных рынках и в магазинах дефицита нет. Продуктов хватает и местным, и почти двом сотням тысяч переселенцев, которые спасаются здесь от войны. Чтобы сохранить этот баланс, в области пополняют продсклады товарами продолжительного хранения. Нам следует позаботиться о продовольственной базе и безопасности нашего государства. Сейчас мы начали работу над формированием продрезерва. Все будет Украина.